Слава Богу, братья и сестры, за этот прекрасный день, который Бог нам подарил сегодня. И мы имеем служение перед нашим Господом. И я хотел бы, чтобы мы сегодня направили наши сердца, приготовили их к тому, чтобы слышать, что сегодня Дух Святой хочет говорить нашим сердцам. Вы знаете, я немножко готовил поделиться вам одним словом, и я смотрю, что Дух Святой уже в этом псалме, который мы пропели, Он уже начал это говорить. Именно на эту тему сегодня я хотел говорить вам о Духе Святом, о Боге, о том, как Дух Святой поселяется. Это мы пели, поселись в наших сердцах, и чтобы Дух Святой вел свой народ. И это есть очень важная тема, очень важная в жизни каждого из нас, чтобы в жизни христианина было руководство Духа Святого. Это то, что сегодня, в последнее время, так необходимо и чего так мало проявляется в нас, в церквях последнего времени, о чем мы сегодня нуждаемся все. Но в начале своего слова я хотел бы вспомнить одно событие Священного Писания, которое нам повествует об одном муже веры, о котором в евреях послание 11 главе тоже вспоминается. И об этом говорится в суде 6 глава. Я думаю, вы уже догадались или поняли, о чем я хочу сказать. Это событие, оно говорит о том, что, когда народ израильский, он жил в обетованной земле, они пришли в обетованную землю. Моисей им завещевал, Иисус Навин завещевал, чтобы они не служили никаким другим богам, но служили Господу. Но случилось время, они отпали. И здесь пишется уже, что это было четвертое отпадение народа израильского. Бог спасал их через судей, Бог спасал, давал им избавителей. Но народ израильский, он снова и снова и снова уходил от Бога. И в этот очередной раз это было тяжелое положение народа израильского. Очень тяжелое. Написано, что сыны Израиля, это 6 глава сначала, стали снова делать злое перед речем Господа. И предал их Господь в руки Маденитян на 7 лет. Тяжела была рука Маденитян над Израилем. И сыны Израилевы сделали себе от Маденитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. И когда посеет Израиль, приходят Маденитяне и Амаликитяне и жители Востока и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой газы, и не оставляют для пропитания Израиля ни овцы, ни вола и ни осла. Ибо они приходили со скотом своим, шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Ими верблюдами их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. Представляете, вот такое положение попал народ израильский, народ Божий, которого Бог вывел чудесами, знамениями из Египта. Сига рабства. Бог освободил их. Бог привел. Бог дал им обетованную землю. Говорит, землю, где течет молоко и мед, и действительно, она была такова. Говорит, только служите Богу. И вот народ израильский отступил от Бога. Мы увидим дальше, какое было отступление. И написано, что народ израильский возопил Господу в этой ситуации. И что? И Бог послал им пророка. Пишется в 8 главе. Послал пророка сынами израильскими и сказал им. Так говорит Господь Бог Израилем. Я вывел вас из Египта. Вывел вас из дома рабства. Избавил вас от руки египтян и от руки всех угнетающих вас. Прогнал их от лица от вас. И дал вам землю эту. И сказал вам, я Господь Бог ваш. Не чтите богов аморейских, в земле которой вы живете. Но вы не послушались меня. Вот такое слово. Говорит, я вас вывел, я вам сказал. Не чтите богов других. Говорит, но вы не послушались меня. И дальше повествование об этом муже, о котором я хотел сегодня прочитать. И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу вточили, чтобы скрыться от младенитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный. Это было определение Божье. Бог посмотрел на этого человека и сказал, Господь с тобою, муж сильный. И Гедеон, отвечая ему, говорит, Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса, о которых рассказывали нам отцы, говоря, из Египта вывел нас Господь? «Ныне оставил нас Господь и предал в руки младенитян». Гедеон видел, что Бог оставил их. Ангел пришел, говорит, Господь с тобою. И еще добавил, муж сильный. В чем же заключалась сила этого человека, Гедеона? Вот я рассуждал и думал, ангел сказал ему, муж сильный. Но в чем же была его сила, этого человека? И дальше Бог продолжает, ангел продолжает беседу с этим человеком, с Гедеоном. Господь воздрел на него и сказал, иди и с этой силой твоею, с этой силой твоею, «И спаси Израиля от руки младенитян, и я посылаю тебя». Бог видел, что этот человек, он не такой, как остальные. Он увидел у него, в этом человеке увидел того сосуда, того человека, который он мог использовать. И дальше мы видим, что Гедеон предложил ему, Гедеон хотел удостовериться, предложил ему жертву, то есть угощение. Он не знал, что это ангел, приготовил, принес это, что он приготовил. И ангел Божий сказал ему, возьми это мясо и опресники, положи на этот камень и вылей похлебку. Он так и сделал. Видите, это послушание этого человека. Сила его заключалась в послушании. Сила Гедеона, она заключалась в послушании и точном следовании тому, что Бог ему говорил. Если мы бы так рассуждали, вот принес мясо этому человеку, принес похлебку, принес хлеб, он говорит, положи на этот камень, вылей туда похлебку, написано, он так и сделал. Он проявил послушание. И дальше ангел Господень простер конец жезла, который был в руке. В руке его прикоснулся к мясу и к опреснику, и вышел огонь из камня, и поел мясо, и опресник, и ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон, увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицем к лицу. И Господь сказал ему, мир тебе, не бойся, не умрешь. Он имел общение с Богом. И здесь дальше говорится, в ту ночь сказал ему Господь, это 25 стих, «Возьми тельца из стада отца твоего, другого тельца семилетнего, разрусь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине, скалы сей в порядке, и возьми второго тельца, и принеси вовсе сужение на дрова дерево, которое ты срубишь». И написано, Гедеон не устрашился. Гедеон взял десять человек из рабов своих и сделал, как повелел ему Господь. Народ израильский упал в глубокое идолопоклонство. Мы видим, что отец Гедеона, он устроил жертвенник Ваалу, было дерево посвященное, они поклонялись этому истукану, но этот человек, он был особенный. И здесь, когда Бог ему сказал, «Возьми, сруби это, разрушь этот жертвенник Ваалу, сделай жертвенник Богу по всему порядку, какой он должен быть, и принеси все сужение». И написано, он так и сделал. Он это сделал, хотя не днем сделал, но ночью. Он боялся жителей этого города, хотя они были народ израильский. Эти жители, они были народ израильский, они знали о Боге, они служили в свое время Богу, их не отцы. Но здесь дальше говорится, «Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваалу разрушен, дерево при нем срублено, второй телец вознесен, всесужение на новоустроенном жертвеннике, и говорили друг другу, кто это сделал? Искали, расспрашивали, и сказали, «Гедеон, сын Иоасов, сделал это!» И сказали жители города Иоасов, «Выведи сына твоего, он должен умереть!» Братья и сестры, можете представить, какое отпадение упал народ израильский. Они готовы были уже умертвить этого человека, который разручил жертвенник Ваалу. Но здесь Иоас, отец его вступился и сказал всем приступившим к нему, «Вам ли вступаться за Ваала? Вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник». И мы видим дальнейшие события, не буду все читать. В этом заключалась сила этого человека, Гедеона, который, смотря, находясь среди этого великого отступления народа израильского, он не служил этому Ваалу. Он сделал то, он повиновался Богу, когда Бог ему сказал, «Ты это сделай, ты разрушь, ты уничтожь!» Он повиновался голосу Божьему. И в этом была его сила, в этом была его заслуга, в этом была его вера в Бога. И здесь написано, что Дух Господень объял Гедеона, и он вострубил, и он вострубил трубою, и создано было племя Авиезерова идти за ним. Дух Господень объял этого человека, и мы видим в дальнейшем, Бог совершил сильную победу для народа израильского. через 300 человек во главе с Гедеоном он смог поразить этих мадинитян, которые приходили, как я читал, в таком множестве. И народ израильский, он, хотя жили в пещерах, хотя делали укрытия от мадинитян, но служили Ваалу. Они были притесняемы, но служили Ваалу. Они были вынуждены были скрываться и выколачивать пшеницу, в Точиле, как Гедеон делал. Они обнищали, но служили, продолжали служить Ваалу. И Бог через этого человека обратил народ израильский к себе. И впоследствии мы видим, что он был судьею народа израильского, когда совершил эту большую победу и народ израильский пришел к нему и говорят, владей нами, владей ты, владей сын твой и сын сына твоего. И что он сказал? Говорит, не я буду владеть вами, я не буду вами владеть, и сын мой не будет владеть, но пусть Господь владеет вами. Братья и сестры, этот пример мне очень нравится этот человек, который был в состоянии услышать голос Божий и исполнить его в своей жизни. Бог употребил его очень сильно, и мы видим на результат того, что Бог освободил народ израильский от этого страшного рабства. Я сегодня хотел бы немножко поговорить именно о нашем положении, о нашем состоянии, о том, что сегодня для церкви очень важно и необходимо. Помните, когда Иисус Христос перед своим вознесением на землю Он беседовал с Своими учениками, и Он неоднократно, это уже в самом конце, Он говорил такое слово от Деяния Апостолов, 1 глава, 8 стих, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии, и даже до края земли. Иисус Христос многократно перед Своим отходом делал ударение, говорил Своим ученикам, что если Я не пойду, Утечитель не придет, но когда Я пойду, Я пошлю Его к вам, Я пошлю Его к вам. И здесь Иисус Христос говорит, что вы не отлучайтесь от Иерусалима, ждите обещанного. Многократно Он говорил ученикам Своим, чтобы они ожидали Духа Святого. Это было то, что необходимо было для апостолов. Хотя они были с Иисусом Христом долгое время, Он учил их, говорил им Слово Божье, но им необходима была вот эта сила, сила Духа Святого, с которой они могли побеждать, с которой они могли исполнить то, что Бог определил им совершать. И я хотел бы сегодня немножко освежить и напомнить нам, как необходим сегодня Дух Святой в нашей жизни для того, чтобы Церковь Его, она была живая, чтобы Церковь Иисуса Христа была способна исполнить волю Божью. Определение Божье, которое Бог определил. Знаете, говорить о Духе Святом, наверное, легче о Его проявлениях, о силе Духа Святого, чем о самом Духе Святом. Дух Святой многие понимают как вроде бы какая-то сила, да, как сила Духа Святого, как какая-то энергия, можно сказать, но Дух Святой Иисус Христос многократно напоминал, что это есть Бог, это есть Личность, это есть Личность Божества, третья Личность Божества, которая владеет теми же самыми качествами, как и Бог. И Дух Святой Он проницает. Иисус Христос многократно говорил об этом, говорил Иоанна 14 глава 26 стих, «Утечитель же Дух Святой научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Он будет свидетельствовать о Мне, Дух Святой, Он будет свидетельствовать об Иисусе Христе. И в 16 главе 13 и 14 стих говорит, Он Духу истины наставит вас на всякую истину, ибо нет Себя будет говорить, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам». И дальше Он говорит, что Он прославит Меня. Самое первое, Дух Святой это личность. Дух Святой, Он очень чувствительный в жизни христианина. написано, что «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». Мы можем Его оскорбить, если мы согрешаем, если мы нарушаем, если мы не слушаем Его, то Дух Святой может оскорбляться. Написано, что Дух Святой, Он говорит, Он говорит к нам словом. Тимофею написанного 1 глава, 4 глава 1 Тимофея «Дух же ясно говорит, что в последнее время отступят некоторые от веры, внимая Духам областительным». Дух Святой руководил служением апостола Павла. Мы помним, когда апостол Павел и Сила предпринимали путь идти в Васию, Дух Святой не допустил их. Они предпринимали путь идти в другое место, Дух Святой также не допустил. Но Он дал вразумление апостолу Павлу идти в другое место. И когда они пошли, Он сопровождал их в жизни. И я смотрел, и Дух Святой, Он пришел на землю, чтобы совершать работу Божию. Это есть время Духа Святого, когда Он совершает эту работу. И эта работа, она как бы разделяется на три направления. Первое направление – это работа Духа Святого с этим миром. по отношению этого мира, который окружает нас. Второе работа Духа Святого – это по отношению к Богу, какую Он производит работу. И третье направление – это работа по отношению к Церкви, к созиданию Церкви. И я хотел бы прочитать место этого Иоанна 16 глава, где говорится, евангелист Иоанн именно пишет о том, что Дух Святой делает по отношению к миру этому. 16 глава 8 стих «И Он пришедший обличит мир о грехе, о правде и о суде, о грехе, что не верует в Меня, о правде, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, и о суде, что князь мира этого осужден». Это есть работа Духа Святого на земле, которую Он совершает. И знаете, когда мы смотрим всякое пробуждение, которое было и совершалось на этой земле, оно сопровождалось действием Духа Святого. Когда было сильное пробуждение в Уэльсе через Эванс Робертс, то сила Духа Святого в обличении была такая сильная, такая мощная работа Духа Святого в обличении, что люди, даже находясь на расстоянии от этого служения, которое происходило, они были обличаемы Духом Святым в своих грехах и падали на колени, каялись, исповедовались, даже не на служении. Это была работа Духа Святого, когда Дух Святой производил вот это обличение, Дух Святой написано «Придя обличит мир о грехе». Он обличает мир о грехе, говорит людям о ихнем состоянии и призывает людей к покаянию. Заметьте, что Дух Святой Он не обращает людей, Он обличает, Он обличает, но обращение уже человека, покаяние, это зависит от Него. Как человек принимает это? Говорит, что второе, это написано Дух Святой обличит мир о правде, обличает мир о правде, именно о праведности. В чем заключается это? Написано, что книжники и фарисеи, они не приняли Иисуса Христа, они не приняли эту праведность, которую принес Иисус Христос, они пришли своей праведностью, распяли Иисуса Христа, но Дух Святой именно говорит, Он приносит миру праведность Божью, праведность через Иисуса Христа, приносит эту праведность, которую принес Иисус Христос, и второе, то есть не второе, а третье, в чем обличает Дух Святой мир, написано о суде. Он говорит, что князь мира этого осужден. Дух Святой обличает мир и говорит, что князь мира этого он осужден. И поэтому сегодня Дух Святой работает в этом мире. И если мы даже попадаем в какие-то проблемы, если мы приходим в такое состояние, где мы попадаем в какую-то греховную зависимость, Дух Святой работает и обличает. И Он говорит, и ведет нас к покаянию. Ведет к покаянию. И поэтому очень важно сегодня, чтобы мы были послушны, то есть слышали этот голос Духа Святого. Я прочитаю еще одно место это Священное Писание, где написано Коринфянам Апостол Павел Павел Апостол Это Коринфянам 2-е послание, 3-я глава, 17-е и 18-е стихи. Написано, Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Эта работа Духа Святого по отношению к Его народу, к Церкви, написано, что мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Преображает человека. Когда мы смотрим на его славу, написано, что от храма исходило вот эти две струи, две струи, которые шли и которые животворили. Написано, куда не входили эти две струи, там все делалось живым. Это Езекииль пишет об этом. И здесь говорится о том, что мы все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся, когда Дух Святой, Он открывает нам это Божье Слово. И мы открытым лицом, то есть открытым сердцем взираем на славу Божью, взираем на Божье Слово. Мы преображаемся в тот же образ, преображаемся в нового человека. Очень часто люди говорят, что я отстараюсь, я прилагаю усилия, но я себя не могу поменять, не могу себя победить. Братья и сестры, причина бывает именно в том, что мы смотрим на эту славу Божью не с открытым сердцем. Написано, мы же все с открытым лицом, то есть с открытым сердцем, как в зеркало, взирая на славу Божью, преображаемся. Вы помните, когда Моисей находился на горе, и он был в присутствии Божьим, его лицо поменялось. Написано, что когда он сошел, его лицо сияло. Народ израильский не мог смотреть на лицо Моисея по причине славы Божьей. И очень часто, когда мы не смотрим, мы не преображаемся. Или же мы, может быть, смотрим не на ту славу, на славу этого мира. Если мы не смотрим на ту славу, если мы смотрим на славу этого мира, то Дух этого мира, он будет преображать нас в свой образ. Написано, что что в этом мире? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И Дух Святой нас именно направляет на то, чтобы мы взирали на Бога, взирали на Божью славу, взирали на истину, которую Дух Святой сегодня открывает каждому из нас. И когда мы взираем на эту славу Божью, на Слово Божье, тогда мы преображаемся. Мы преображаемся в Божий образ. Написано, апостол Павел тоже говорит, это место, я не помню, где написано, что Вселюсь в них, это Коринфянам, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом, говорит Господь Сидержитель. Очень важно, чтобы мы давали место Духу Святому, чтобы Он вселился. Но знаете, очень часто бывает, на этом все останавливается. Когда Дух Святой приходит, и очень часто мы понимаем Дух Святой только в крещении Духом Святым, говорением на иных языках, на это только начало. Мы должны дать Духу Святому свободу, дать Ему возможность ходить в нас. Написано, Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Если так взять для сравнения, если мы, например, садимся в нашу машину, мы сели в машину, завели его и сидим, да, ничего не делаем. Какая вот эта польза? Ничего не изменится. Написано, Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Это то, что сегодня Дух Святой хочет иметь в нашей жизни. Иметь полную свободу, Вселюсь в них, буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Поэтому, братья и сестры, очень обширная работа Духа Святого в жизни христианина. Нам, для того, чтобы Дух Святой созидал Церковь, нам необходимо дать Ему место. Необходимо, чтобы Дух Святой полностью обладал Церковью. Написано, что Дух Святой, Он объединяет. Единство Церкви зависит от того, насколько Дух Святой имеет свободу в Церкви. Дух Святой объединяет. И поэтому, братья и сестры, сегодня нам очень необходимо, для того, чтобы Церковь была живая, для того, чтобы Дух Святой действовал, чтобы было пробуждение, нам нужно дать Ему место в нашей жизни. Нам нужно приложить старания, приложить усилия, чтобы Дух Святой, Он имел место и право в нашей жизни, чтобы Он преображал нас в этот образ Божий. Да благословит Бог сегодня, каждому из нас уже время ушло. Я еще одно место прочитаю, и мы будем молиться, чтобы Господь благословил нас. Это Иисус Христос говорит, когда Он беседовал с иудеями в Иерусалиме, Он обратился к ним с таким словом и сказал, «Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко Мне и пей!» «Кто будет веровать, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой?» «Кто жаждет, иди и пей!» Здесь есть определенные условия. Иисус говорит, кто жаждет, иди и пей! Нужно сделать что-то. Если ты жаждешь, иди что-то делай, прилагай усилия, иди и пей! Кто будет веровать, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой? Да благословит Бог сегодня каждого из нас, чтобы нам возжаждать, чтобы нам искать Духа Святого, чтобы Бог сегодня начал действовать Духом Святым в Своей Церкви.